Что будет с единственным жильем при банкротстве физического лица в 2021 году? Что будет с ипотекой? В каком случае продается единственное жилье? Есть ли шансы сохранить единственное жилье? Есть, но они очень шаткие. Что будет с единственным жильем при банкротстве физического лица в 2021 году? Что будет с ипотекой? Заберут ли единственное жилье? Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц, 250 плюс завершенных дел, также обучаю юристов. В этом видео я разберу, в каких случаях может продаваться единственное жилье, в каком случае единственное жилье неприкосновенно и заберут ли единственное жилье при банкротстве. Почему я записываю это видео? Вокруг единственного жилья очень много мифов и ложной информации. Поэтому давайте разбираться, что говорит нам закон про единственное жилье и что будет с ним при банкротстве физического лица. Итак, единственное жилье, которое находится в праве собственности у должника, неприкосновенно в процедуре банкротства физического лица. На основании статьи 213.25 закона о банкротстве, пункт 3, и статьи 446 Гражданского процессуального кодекса, не подлежит взысканию, в том числе и в рамках банкротства, единственное жилье, если оно является единственно пригодным для должника и членов его семьи. И не имеет значения, это доля в праве общей собственности или дом с земельным участком. Главное, чтобы в этом единственном жилье был зарегистрирован сам должник. Это в действительности было его единственное жилье. А что, если у должника в праве собственности один объект, а зарегистрирован он в другом объекте, к примеру, у родственников? Что делать здесь? Я рекомендую зарегистрироваться в том объекте, где у вас право собственности. Далее я разберу, в каком случае единственное жилье может быть реализовано при банкротстве, да и не только в банкротстве. Также отвечу на часто задаваемые вопросы. Если вам моя информация полезна, если видео вам интересно, поддержите меня. Попрошу каждого, кто смотрит это видео, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал. Во-первых, я регулярно провожу прямые эфиры для своих подписчиков и отвечаю на вопросы. Во-вторых, меня это мотивирует больше для вас записывать полезного контента. Итак, важно знать, если вы зарегистрированы у ваших родственников, знакомых, друзей, и у вас нет в собственности единственного жилья, то у ваших родственников никаких проблем с их жильем не будет. Ладно, неплохо. При проведении банкротства учитывается только то имущество, которое у вас в праве собственности. А также важно знать, что законом о банкротстве и иными законами не разработан еще механизм обмена более роскошного жилья на менее роскошное с целью погашения требований кредиторов. Поэтому не нужно переживать, что у вас слишком много квадратов или вы один зарегистрирован в вашем единственном жилье. Если для вас это единственное жилье, никто его продавать, в том числе и в банкротстве, не будет. Минута рекламы. Чем я могу вам помочь? Во-первых, проведение процедур банкротства под ключ, до результата, с сохранением имущества, если это возможно, защиты от коллекторов и до результата. Многие мои подписчики почему-то не знают, что я могу провести их дело, если подходит вам банкротство под ключ и до результата. Также я обучаю юристов нюансам банкротного дела. Если вы хотите стать экспертом в банкротстве физических лиц и зарабатывать очень хорошие деньги за одно дело и при этом помогать людям списать долги, я также могу вам помочь в этом вопросе. А для тех, у кого нет денег на юристов или кто хочет сэкономить на юристах, у меня есть лекция. Все подробности в описании. Контакты для бесплатной консультации в описании. Консультации бесплатные только для тех граждан, кто не в процедуре банкротства и кто не заключил договор с юристами. Итак, в каком случае продается единственное жилье? В том случае, если оно обременено с залогом. Простым языком, в ипотеке. Не имеет значения, будь то вы взяли ипотеку или взяли деньги под залог вашего единственного жилья. Если вы планируете инициировать банкротство, единственное жилье ваше будет продаваться. Вне зависимости, идут у вас платежи по ипотеке, платите вы надлежащим образом или нет. Нет слов. Единственное жилье, обремененное ипотекой, будет продаваться и в том случае, если в этом жилье зарегистрированы несовершеннолетние дети. И даже в том случае, если вам негде жить. Если вы иницируете банкротство, залоговый кредитор будет включать свои требования в реестр в установленном законном порядке, будет представлять финансовому управляющему положение продажи залогового имущества и финансовый управляющий будет организовывать торги. Сохранить залоговое имущество в процедуре банкротства практически невозможно. Есть ли шансы сохранить единственное жилье? Есть, но они очень шатки. Во-первых, если залоговый кредитор пропустит установленный срок для включения своих требований в реестр, а это два месяца с публикации в газете «Коммерсант». Если суд не восстановит срок на включение этих требований в реестр, тогда залоговый кредитор теряет статус залогового. Единственное жилье сохраняется за должником. Но поверьте, на практике это происходит крайне редко. Во-вторых, если вы представите план реструктуризации долгов с учетом сохранения предмета залога за вами, и если залоговый кредитор даст согласие и одобрит этот план, тогда возможно сохранить залоговое жилье. Опять же, на практике это происходит крайне редко. Третий вариант достаточно популярный. Это погасить залог за счет третьих лиц и уже инициировать процедуру банкротства по иным каким-то своим долгам и обязательствам. Четвертый вариант – это продать квартиру с согласием залогового кредитора, погасить требования, которые обеспечены залогом, то есть ту самую ипотеку, и инициировать банкротство и списать в себя иные имеющиеся долги. Резюмирую. Если у вас единственное жилье не обременено ипотекой, и вы зарегистрированы в этом единственном жилье, оно неприкосновенно. В процедуре банкротства финансоуправляющие это жилье исключает из конкурсной массы. Простым языком, финансоуправляющие это имущество не продает. Однако, если ваше имущество, ваше единственное жилье в залоге, то есть риски, и они очевидны, я о них сказала, что вы лишитесь вашего единственного жилья. Поэтому, прежде чем писать комментарий, что вот у вашего соседа изъяли единственное жилье, пожалуйста, задайтесь вопросом, возможно, это единственное жилье было в ипотеке. На этом по теме видео все. Еще раз прошу подписаться на мой канал, если вам интересна моя подача, мой контент, а также поставить лайк этому видео.